Дорогие друзья Успели ли, в принципе, русские люди вас чем-то удивить и успели ли вы составить о них первое впечатление? В августе вы начали сотрудничать с рекорд лейблом Gain. Как вы оцениваете работу, есть ли первые результаты? Ну да, мы с Gain Sony Music, который очень большой для нас, потому что Gain это как департамент, который держит все рок-музыки в Скандидавии. Это очень круто для Sony. И у нас есть планы для выпадения всего лишь один альбом. Мы работаем на это сейчас или предпродукт. Так что это слишком early, чтобы узнать, что будет выходить из коллаборации. Но у нас есть супер высокие успехи. Потому что они очень профессиональные. И да, мы нужны. Мы нужны люди, чтобы нас на треке. Тогда скажите, пожалуйста, есть ли ориентировочная дата выхода нового альбома? В этом году у группы юбилеи пять лет. Как вы отметили эту дату? Или может быть это для вас вообще не повод для праздника будете отмечать какие-то более крупные юбилеи? Ну, мы не знаем точно, когда у нас есть дата выхода. Но это было просто от начала меня и фиддл-плеер. Так что другие люди пришли потом, поэтому мы не праздновали настоящий дата выхода. Мы просто счастливы, что у нас есть дата. Каждый день у нас есть дата выхода. На самом деле это первый раз, когда кто-то подскажет нас. Да, ты был рядом за пять лет. Мы все-таки стараемся. Да. Особенно тот, кто-то. Так что, да. Ну, пять лет лет, конгресса к нам. Да. Да. А что ждать слушателям, зрителям на ваших концертах? Вам больше нравится выступать сольно или в составе еще нескольких групп одного с вами направления? Да. Ну, мы любим играть с другими группами в таком стиле. Но обычно это случилось, что я единственный Ирисман из всех, которые играют. Для меня это очень интересно увидеть, что у Германии и Германии с Ирисовыми на сцене. Они выходят на сцене и говорят с их обычными. Но мы любим играть с другими группами, которые имеют другой стиле. Мы провели на европейскую турцию с The Misfits несколько лет назад. И это работало хорошо. Так что, да, мы любим играть с другими ирисскими бандами, и с обычными пунктами и рок-бандами. В вашей лирике вы очень часто поднимаете различные социальные темы, но при этом вы пропитываете их духом Ирландии и юмором. Это ваш стиль диктует вам подобные музыкальные приемы или вы сами так вот решаете насыщать музыку этими элементами? Ну, я живу из Ирландии уже 13-14 лет. Так что я вижу вещи в Ирландии, социальные ситуации, из-за того, что я вижу. Но мой сердце еще есть. Так что я слышу хоррор истории от дома, о том, что люди потеряют свои работы, экономия падает. Так что я делаю с этим, я пишу песни. Я слышу о моем прохождении. Это мой способ, чтобы успокоить заранее все истории, которые я слышу от моих друзей и семьи. И просто пытаюсь, чтобы это было.. Я просто не хочу, чтобы это было бы по-будто, но люди, которые были по-будто, когда они слушают нас. Но я надеюсь, что они получают дебильные сообщения, что это такое. Это то, что это случилось. Это сообщение людей. Это не за просто дебильные пункты и драться с ковчей. Или это? Невероятно. Да. Но ещё раз, вы начали играть такой же музыкой, потому что это по-вотвреждениям, не было? Да. В общем, традиционных, так как, да, так... Это, это выходит из, это не так, это выходит из фан-мор. Да, это выходит из фан-мор. И мы играли с игрой в игре, так как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА